Дорогие друзья, всем привет! И сегодня у нас обзор смартфона Ulefone BX. Фирма для меня новая, как я уже говорил в распаковке. Никогда еще пока с ней не сталкивался, но первое впечатление очень очень положительное. Во-первых, это конечно, на что мы обращаем внимание? На сборку. Сборка не вызывает нареканий. Аппарат собран очень добротно, очень хорошо. Ничего не скрипит, не люфтит. Никаких нет вопросов к качеству сборки в общем. Рамку, которую я принял за алюминиевую, она оказалась, конечно, крашеный пластик, но тем не менее очень качественно крашеный. Я думаю, что прослужит достаточно долго. В целом, конечно, аппарат примечателен прежде всего тем, что представитель, так скажем, бюджетного ныне сегмента, обладающий очень заманчивыми характеристиками. Так скажу, что начинка, которая здесь установлена, скажем, есть такой процессор Snapdragon 615, аппарат на базе которого стоит там от 200 долларов. Этот телефон ничем не уступает ему по скорости работы, по количеству различных баллов в различных программах тестовых. Даже в чем-то может быть и превосходит. Давайте быстренько глянем еще раз на него. Значит, что у нас? Текстурированный пластик, задняя крышка очень приятный на ощупь. Слышно вот такой, да? Логотип компании, выгравированный, утопленный, относительно внешней поверхности. Решетка динамика, камера, чуть позже о ее работе, вспышка. На правой стороне у нас кнопка включения, на левой две кнопочки громкости отдельные, не качелька, отдельные кнопочки. Сверху USB с возможностью подключения ОТГ и джек 3.5 для включения гарнитуры. Снизу отверстие микрофона. Лицевая панель. Экран. Над экраном динамик разговорный, камера, датчики приближения и освещения. Три кнопочки домой и назад без подсветки. Под крышечку беглый взгляд. Крышка очень качественная. Имеет вот такое вот замечательное свойство гнуться, то есть будет служить долго, защелки не сломаются. Здесь нашла батарея на 1900 мАч, стол для карты памяти. В данном случае у меня установлен 32. Одна карточка микро, другая полноразмерная. Одна поддерживает 3G работу, вторая только 2G. И, значит, динамик. Видно здесь у нас надписью 3D Sound. Также видно антенки Wi-Fi, GPS, Bluetooth и антенку GSM снизу. Здесь вот распаяно. В общем, ничего особенного. Вот, хочется сказать по комплектации. Вот сразу видно, бренд новый, пытается завоевать любовь, так скажем, покупателей и уважения. И все вот очень аккуратно. Вот тот же кабель. Обычный кабель, да? Но упакован в такую приятную коробочку, на которой написано, что это 5-пиновый USB, микро-USB кабель. Мелочь, а приятно. То же самое касаемо зарядки. Зарядочка у нас идет такая вот на 1 Ампер. И коробочка. На ней написано, что это европейский зарядное устройство по европейской спецификации сделано. Тоже очень приятные мелочи. В комплекте, кроме еще пленочки, ничего не было. Мануальчик. В том числе и на русском языке. Инструкция по технике безопасности, в частности. Вот такой вот. Основной мануал, конечно, на английском. Ну, приятно, что не на китайском, да? Эти пиктограммки вот эти все. С камерой, галереей. Ну, в общем, вот. Приятно. Очень приятный фильм. Так, давайте сам аппарат. Нас встречает что? Оболочка. Ну, это стоковый Android 4.4.2, но слегка перерисованный. Видно, иконочки немножко отличаются от стокового. Особенности вот звонилка, SMS. Вот такое вот светлое меню. На этом все отличия от стокового Android заканчиваются. Давайте сразу в меню глянем быстренько. Значит, что у нас в меню из интересного? Ходкнот. Вот функция для передачи данных между смартфонами. Она используется в процессорах MTK с некоторого времени. Ну, проверить ее работу мне не удалось. У второго смартфона, к сожалению, у меня нет такого. Но, в общем, она передает по Wi-Fi. Связывает два аппарата и передает данные. Так, здесь у нас все стандартно. Настройки сети. Общий профиль звука. Так, по звуку. Но по звуку в аппарате неплохой. Очень неплохой звук. Твердая-твердая четверка. Что динамик, что наушники. В общем, громкости достаточно. Единственное, встроенные улучшалки я всегда отключаю. Стандартные рингтоны вы услышите без проблем. Вот. Единственный минус. То, что когда аппарат кладете на поверхность, громкость падает. То есть динамика, чтобы динамика сильно перекрывается. И поэтому громкость падает. Так что надо это учитывать при эксплуатации. И как бы класть аппарат динамиком вверх. Далее экран. Ну, в экране ничего нет примечательного. Тут у нас, к сожалению, отсутствует полезная функция Miravision. Которая имеется в прошивке 4.4.4 на аппаратах МТК. Ну, есть зато ClearMotion усилитель плавности. Ну, в общем. А, беспроводный монитор. Значит, память устройства. Всего накопитель 8. Это SD-карта. Так, доступно. Пользователю доступно 6 гигабайт. Причем эти 6, они идут и под приложение, и как бы под внутреннюю флешку. То есть приложения могут использовать внутреннюю флешку. Но примечательная особенность данного аппарата, что не может не радовать. Я включу более привычный себе ланчер. Что, когда вы ставите SD-карту, она у вас становится первым номером SD-карта. Вот. Здесь, если можете видеть, вот сейчас покажу. Вот SD-карта 29 гигабайт. То есть, как только вы вставили SD-карту, все кэши, все крупное, все будет установиться на нее. Вот. А SD-карта 1, она же память телефона, будет у вас под приложение 6 гигов. Сейчас я просто туда всего не устанавливал без SD-карточки, поэтому у меня вот занято показывает. Так вообще очень это приятно. Вот опять же. SD-карта 0, SD-карта 1. Очень это радует. То есть приятно, когда ставите флешку, она сразу становится первой. Так, дальше до настройки досмотрим. Ну, батарея. Тут тоже ничего особенного. Приложение. Power Saving Management. Сохранялка энергии. Ну, как бы, я таким вещам не пользуюсь. Жесты. Включаю, значит, двойные этапы. Различные, значит, вызов приложений. Все, что связано с маханием перед экраном, вот это вот перемещение, я не использую, потому что используется датчик продвижения и, в общем, ждет батарейку. Вот как работает эта функция. Очень хорошо работает она здесь. В данном случае вот двойной этап. Как просыпание, так и выключение. Но, правда, только на заблокированном экране выключает. Также разблокировать смартфон можно вот проведя вот так пальцем так, проведя линию пальцем так. То есть замечательно. Также можно вызвать различные функции. Скажем, камера. Включается, да? Хорошо, что у нас можно еще сделать? Я не помню, что это. Сейчас посмотрим. О, фонарик. Ну и так далее. Функции эти, они программируемые. Их можно изменить. Вот они меняются. То есть можете на любой значок назначить, скажем, вместо SMS, что вашей душе угодно. Замечательно работает функция. Просто великолепно. Так, дальше местоположение, безопасность. Все это, в общем, привычный Android. Ну и в конце о телефоне. Версия прошивочки. Это у нас KitKat. Все замечательно. Так, давайте перейдем к тестам производительности. Antutu тест, в общем-то, показал очень достойные результаты для процессора этого. Ну, как раз, давайте сначала посмотрим, что у нас установлено. Итак, марк, телефон, или фон, модель BX, Android 4.4.2, процессор MTK6592, с буковкой M, максимальной частотой до 1.4 ГГц, графический процессор Mali 450, разрешение экрана QHD, 540 на 960 точек, камера 8,3 Мп, указано, но по факту это 5 Мп, чуть подробнее скажу позже. Оперативная память гигабайт, системная 8, для них доступно 6, остальное под прошивку, под кэш. Так что у нас еще, вот частоты процессора от 728 до 1365, диапазон графический подробнее. Фронтальная 2.4, ну, я думаю, где-то мегапиксель, но это несущественно. Дальше по датчикам, что у нас. Все очень просто, акселерометр, сенсор освещения, датчик освещения, датчик приближения. Все. Ни гироскопов, никаких излишеств нету. Тест нам показал 28534 балла. Приличный результат по 3D. В общем, для этого процессора все стандартно. Значит, и давайте пробежимся по скриншотам. Вот у нас показал Эпик Цитадель вот такой результат. Прилично. Все хорошо. Дальше у нас нано-марк. Результат 55 кадров. То есть достойная производительность. Дальше. Касательно батареи. Значит, время работы. Емкость батареи у нас составляет вот такое значение. 1975 показала. Что, в общем-то, вполне достаточно для пары дней работы. В среднем. В средней нагрузке, я думаю, у нас идет улучшенная химия. То есть верхняя граница 4,3,8,5 вольта. Вот полная зарядка. Как раз на этом значении. И у нас вот как раз разряженный аппарат. 1%, 3,4 готовится выключиться. Так, проработал под нагрузкой в Эпик Цитадель аппарат 4,5 часа. Очень приличный результат, я считаю. Так, тут GPS нам попал. Ну вот. Вот просмотр фильмов еще по батарее, значит, вернусь. У нас аж 80,5 часов занял. Но это было стандартное качество. Полуторагиговый авиафильм. 480 пи, по-моему. Что у нас давайте. А, вот еще. По потреблению энергии. Аппарат очень хорошо живет в состоянии сна. И, как видите, ровный график ничего, в общем-то, не съело за это время. Так, по работе GPS. GPS работает прилично. Спутники ловят. Вот шкалы значения, значит, с внутренней программки. Дальше у нас вот тут есть программка с маркеток. Спутники ловят. Работает. Давайте на камеру перейдем. Значит, что хочу сказать. По крайней мере, основная камера, фронтальная, я выяснить не удалось модуле. Но вот в инженерном меню посмотрел такую информацию. Экран, вроде говорят, как LG. Но я тоже, вроде, подтверждений не нашел этому. Это не столь важный экран, отличный. Установлена здесь камера от Samsung. С Samsung Nexus. Первый Nexus. Камера 5 Мп. С автофокусом. С возможностью записи Full HD. То есть камера достойная. Экран очень хороший, насыщенный. Несмотря на то, что разрешение к UHD, не HD, но меня лично это не смущает. Точек никаких не видно. Углы обзора также очень хорошие. Ничего не инвертируется. В общем, для такого бюджетного аппарата экран просто шикарный. Мне очень понравился. То есть такие вот яркие картинки. Выглядят просто, просто отлично. И камера. При хорошем освещении камера снимает очень хорошо. Вот здесь, конечно, передать это не получится. Но я прикреплю фотографии к видео. Посмотрите сами. Вот на улице вечером. В условиях искусственного света, конечно, немножко появляются шумы. Ну, в общем-то, для такой камеры это нормально. Макро. Макро. Отдельно заслуживает внимания. Просто великолепно. Великолепно макро. Также великолепно работает вспышка. Вот это в полной темноте. Набор косметики. В ванной комнате сделана вспышка. Работает великолепно. В общем, все отрабатывает, все считается. В качестве фонарика, кстати. Ну, средняя яркость, она тоже видна. А вот в качестве вспышки в темноте работает отлично. Это вот день фотографии. Вот это макро цветочки. Тоже вот здесь понадобилось включение вспышки. Потому что навелся в середину, было темно. Она включилась. То есть очень корректно работает. Здесь вот общий план. Вот здесь вспышка не включилась, потому что света было достаточно. В конце к ролику приложу полноразмерные все фотографии. Работа Wi-Fi. Не проверял, сейчас прям проверим. Наглядно. Так что у нас выбираем нашу сеть. Вот нахожусь за одной стеной. Примерно в двух метрах от роутера. Более чем к Wi-Fi претензий нет никаких. 3G также работает неплохо. Связь. Если мы берем интернет, в общем, все работает, все открывается. Так, давайте проверим работу от ОТГ. Подключаем. Флешку. Флешка. Работает. Менять по умолчанию не будем. Находим. Так, смотрим. Вот у нас появился. USB-ОТГ. 7 гигабайт. Что у нас тут? Работает. ОТГ. Все нормально. Пищит, моргает. Без каких-либо проблем. Чтобы извлечь, правда, корректно, приходится зайти в настройки. Память. И вот здесь отключить USB-ный накопитель. Так, давайте посмотрим распроизведение видео. Аппарат справляется вплоть до Full HD без проблем. Очень хороший звук громкий. Видите, что каждый может похвастаться при распроизведении видеодекодера. Можно аппаратный, можно программный, можно аппаратный плюс использовать. Какой вам больше нравится. Вот сейчас интересный эксперимент сделаем. По сети включу фильм. Это Full HD, 10-диговый файл. Перемотка по себе. Обратите внимание. Там и паника. Прилично все работает. На динамичной сцене пошли. Петя! Война! В общем, тут все хорошо, в том числе и при распроизведении по сети. Так, давайте перейдем к играм. Посмотрим игровую производительность. Асфальт 8. Быстро глянем. Звук в играх тоже отличный. Посмотрим качество графики оцениваем. Ну, естественно, это не самый последний графический ускоритель. Но, мне кажется, очень достойно. Для аппарата ценой 89 долларов. Более чем. Графика отличная, блики все присутствуют. Асфальт блестит. Это еще раз повторить, что для бюджетного смартфона. Это отлично. Все эффекты присутствуют. Ну, все. Ну, и давайте глянем еще. Modern Combat. Шупер. Я думаю, что здесь тоже проблем никаких не будет. Игра должна идти хорошо. Доставочка. Мы ее пропустим. Перейдем к окшине. Это быстро. Шандалили. Этого тоже отделали. Это тоже отделали. Продолжение следует. В общем, игра выглядит достойно с нуждом. В общем, игра выглядит достойно с нуждом. В общем, достаточно для того, чтобы представление иметь о том, что игры все идут, все к вам хорошо, проблем никаких нет. Что у нас еще? Давайте музыку непосредственно включу. Звук пропадает у нас. Звук пропадает у нас. Звук приличный. Все датчики работают у аппарата. Приближение работает. Приближение работает. Освещение работает. А вот еще маленький момент не сказал. Позвонилки. Звонилка, к сожалению, без русских букв. И, соответственно, поиск по контактам тоже без русских букв. Эти нету. Вот это, пожалуй, минус. Итак, друзья, какой можно сделать вывод по данному аппарату? Очень достойное. Очень достойное качество данного аппарата. Очень достойная производительность. В общем, небольшие минусы в виде там камеры, которая, ну, заявлено 8, на самом деле 5. Я думаю, это никого не смутит. Вообще, в целом, за свою цену 89 долларов. А сейчас, по-моему, можно его даже купить за 84, кажется. Аппарат более чем достойный. Качество сборки. Честная батарея. Все это делает его просто, ну, лидером в классе компакт аппаратов. Кому вот 4,5 дюйма нужен экран. Кого не интересует 5 и больше экрана. То есть, просто замечательный аппарат для приобретения. Всем рекомендую. Мне очень понравился. Буду дальше следить за новинками этой компании. Компания, в целом, честная. Главное, батарея, камеры. В общем, неплохо. Неплохо. Все очень неплохо. Что ж, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тестирование качества записи телефона Telefon BX. Записи в формате Full HD. Записи в формате Full HD. Записи в формате Full HD. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok